Проект «Читай быстро» представляет главный из книги «Митио Каква. Уравнение Бога в поисках теории всего. 10 основных фактов. Ищите и нажимайте кнопку подписаться, а мы начинаем. Факт первый. Теория почти всего». Митио говорит о общем уравнении, описывающем с математической точностью всю известную науке физику. Это уравнение – окончательная универсальная основа, объединяющая все силы космоса, все еще не найдено. Влияние крупных открытий в физике на жизнь человечества. Вопрос научных открытий в области физики имеет не только академический интерес. Каждый раз, когда происходили революционные подвижки в этой области, существенно менялся ход развития нашей цивилизации. В поисках ответов на философские вопросы. Универсальное уравнение смогло бы дать ответы на важные для будущего нашей цивилизации вопросы и о том, должна ли Вселенная заботиться о нас. Симметрия как мощнейший инструмент объединения всех взаимодействий. Интуитивно понятная концепция симметрии проста и элегантна. Симметрия в любой теории больше, чем внешнее оформление. Это значимое свойство, указывающее на глубокий основополагающий принцип физики, действующий во Вселенной. Реальность, которую мы видим, это лишь крохотный кусочек. Нас повсюду окружает рентгеновское ультрафиолетовое инфракрасное гамма-излучение, которое мы не видим. Многим земным существам дано видеть больше человека. Например, пчелы используют видимое их глазу ультрафиолетовое излучение для ориентирования в пространстве. Наша сцена искривлена и закручена. Даже сидение в кресле с книгой в руках становится возможным не потому, что гравитация тянет ваше тело вниз, а потому что масса нашей планеты искривляет пространство, которое буквально толкает вас в кресло. На пути к квантовой революции. Создав две важнейшие теории, общую специальную теорию относительности, Эйнштейн предпринимал попытки создать третью, объединяющую все взаимодействия Вселенной в одной формуле, ему это не удалось. Восьмой факт. Квантовую механику не понимает никто. Своё отношение к парадоксам квантовой механики Эйнштейн выразил фразой «Чем успешнее становится квантовая теория, тем глупее она выглядит». Философские следствия волновой теории до сих пор продолжают будоражить умы ученых. Что такое жизнь? По мнению Эрвина Шрёдингера, квантовая механика могла стать ключом к пониманию происхождения жизни. Он предположил, что передача генетического кода между поколениями живых организмов происходит благодаря какому-то набору молекул в клетках. Так была открыта двойная спираль молекулы ДНК. Десятый факт. Впереди новое открытие. По мнению Эйнштейна, неправильно сводить человеческие знания о природе Вселенной к вероятности и неопределенности. Он высказался по этому поводу так «Бог не играет в кости с миром». Все это и даже чуть больше в текст, обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Фух! Подписывайтесь, слушайтесь и читайте книги вместе с Читай Быстро!